Здравствуйте, меня зовут Владимир Крылович. Сегодня мы с вами поговорим о такой садовой культуре, как плодовая жималость. Что такое жималость? Это очень ранняя ягода. В конце мая мы уже начинаем первые плоды пробовать. И за счет того, что она ранняя, она всегда нам дорога. В любом количестве, в каком бы количестве эта ягода не была у нас на кусте. Если вы решили посадить у себя в саду жималость, определитесь по месту посадки. Потому что жималость любит светлое, теплое место. Она тогда и лучше развивается, ягода быстрее зреет, и вы получаете достойный урожай. По посадке. Сколько надо кустиков посадить? Если вы только наметили, то хотя бы 2-3 кустика обязательно. Почему? Потому что жималость одного сорта, если вы посадите один кустик, она будет плохо опыляться и урожая не будет давать. То есть надо садить 2-3 кустика разных сортов. И за счет этого она будет всегда у вас давать хороший урожай. Как сажать жималость? Очень такое у меня требование при посадке жималости. Жималость надо сажать в легкую почву. То есть если у вас суглинок, вот и у меня тоже суглинок, я обязательно выкапываю ямки 50 на 50. Верхний слой почвы перемешиваю с золой, с навозом, с торфом. Нижний слой глина, песок выбрасываю и сажаю в эту плодородную почву, перемешанную с торфом, с навозом, с золой. Можно жменьку комплексных удобрений дать, чтобы они сразу эти удобрения возле корешков находились. И вот таким образом сажать. Желательно жималость сажать осенью. Почему? Потому что обычно весною то мы забываем, и уже когда начинает все распускаться, вспоминаем о том, что надо посадить. И ожималость, поскольку ягода и культура такая ранняя, она очень рано начинает вегетировать, распускаться. Если мы сажаем уже кустик с полураспущенными листиками, что обычно весною бывает, она плохо проживается. А весною вы можете уже, если с осенью посадили, ее и обработать, и подкормить. И она сразу почувствует ваше внимание и пойдет в рост. И в следующем году уже на этом кустике я даю вам гарантию, вы получите первый урожай. Для жималости надо нам, чтобы была нейтральная почва. Если мы знаем голубика, она требует 3,5-4,5 кислотность. Если там кислотность будет другая, уже она там не растет. Жималость в обыкновенной нашей почве будет нормально нейтральной расти. Обычно жималость в начале июня мы собрали и забыли о ней на целый год. А проходит лето, и к концу лета мы уже видим, что если сегодня весной, видите, зелененькие листики, то к концу лета эти кустики поражаются болезнями, и поэтому их надо регулярно тоже обрабатывать. Что еще можно сделать? Подкормки. Мы можем, например, подкормки удобрения рассыпать под кустики, и они медленно после дождя растворяются и проникают в почву. Можно кустики закопать в бутылки, и в эти бутылки наливать воду с растворенными удобрениями, и тоже вот заливать. И оно медленно будет в землю проникать, и пропитывать весь этот вот объем пошвы возле бутылки, или трубу можно забить, и в эту трубу заливать раствор. Он тоже хорошо дает эффект. Стандартные подкормки. То есть весной мы даем азотное удобрение, азотное удобрение, и внекорневые подкормки вот уже можно давать. Сейчас видите, листочки, листья уже много, они распустились, и поэтому по листьям можно вносить эти внекорневые подкормки, особенно кристаллоном вот я обрабатываю, где много азота. А уже с середины лета, когда уже прекратился рост, и эта жимолость должна молодые веточки хорошо вызрать, мы даем уже калий, фосфор, что тоже в этом кристаллоне есть в большем проценте. Азот там буквально 2-3%, а остальное калий, фосфор. А жимолость в саду давно растет, и поэтому я перебрал много сортов. Вот растет у меня синичка, лакомка, ленинградский великан, зинри, московская 23, крупноплодная. Из всех этих сортов мне больше всего нравится это сорт зинри и крупноплодная. По крупности они примерно одинаковые со всеми сортами, но по сладости они отличаются. То есть у них нет горечек, как в некоторых сортах она наблюдается, если там ягода немножко недозревшая. А эти сорта, они сладкие. Если ты подошел к этому кусту, то тебя от него не отогнать, пока ты не наешься. Ну, а многие у меня интересуются, как обрезать жимолость. В принципе, жимолость, если она растет, она не требует такой вот активной обрезки, как смородина, крыжовник. Потому что вот все ветки, которые у нас вот здесь на кусте есть, они все закладывают урожай и дают урожай. Но где-то проходит пять лет, и эти кусты начинают загущаться. Поэтому мало солнца попадает в куст, где находятся вот цветочки и потом ягодки. И за счет этого они более мелкие и сладостей меньше набирают. Поэтому я завел за правило, что через год, через два возвращаюсь вот к обрезке кустов жимолости. То есть я их прирыжаю. Вот если у меня на кусте растет там четыре ветки, вот я две удаляю. За счет этого две оставшиеся, они разрастаются, занимают объем вырезанных веток и урожай остается таким же. Но за счет того, что больше солнца попадает, они более, больше урожай дают и более качественные ягоды крупнее и по сладости вкуснее. У многих появляется желание развести у себя жимолость, но некоторые люди уже более продвинутые садоводы задаются вопросом, а как ее размножить? Вот соседа растет, а у меня не растет. Как ее размножить? Если, например, смородина, то пошли куста смородины, которые нам больше нравится, она по крупности выделяется, по сахаристости. Мы в сентябре месяце нарезали черенков, их укоренили и уже перед морозом и в ноябре месяце, если достанем черенки, уже на них появляются первые корешочки. Жимолости так не сделаешь. Значит, два способа есть размножения жимолости таких проверенных. Это зеленое черенкование. То есть, вот я как делаю, в конце мая нарезаю вот такие молодые черенки, молодые черенки, вот, и у меня специальный есть грунт легкий, торфяной, ставлю эти вот, примерно по размеру эти черенки ставлю в грунт, опудриваю ростовыми веществами, вот, и под тумано образующую установку. В течение месяца вот такой черенок жимолости уже дает качественные корешки. И в конце лета, если мы их высаживаем, в следующем году получаем качественный саженец. Можно по-другому, если у людей нету возможности сделать зеленое черенкование, то есть нету там специальной туманообразующей установки, времени на то, чтобы каждый час ходить эти листочки опырскивать, чтобы они влажные были, то можно сделать по-другому. Взять вот этот куст, вот, в этом году его обрезать, потому что, видите, у нас здесь уже старый куст, и ветки старые, они корешков давать не будут. А вот если мы его полностью обрежем, и он даст вот такие молодые побеги, мы можем этот куст молодыми побегами окучить, и за счет того, что вот эти молодые побеги уже будут находиться во влажной среде почвы, они за год нам дадут корешки, разокучиваем через год, и отделяем вот эти уже побеги укорененные, и рассаживаем на грядке, получаем с одного куста 10-15 саженцев жимолостей. Единственное, что опять же хочу вас предупредить, что надо размножать несколько сортов, то есть, вот если у меня здесь растет павловская сорт, то надо взять с одного куста развести кустики для размножения, и другой сорт взять тоже таким же образом развести, чтобы потом на постоянное место сажать несколько кустиков разных сортов. Мы поговорили с вами о выращивании жимолости, я надеюсь, что информация была для вас полезной, если какие-то вопросы есть, задавайте, будем вместе с вами разбираться в ваших проблемах, и желаю вам успеха.